Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы начинаем с вами новый цикл бесед. И предлагаю его провести на основании общеизвестной молитвы, главной молитвы христианской веры, молитвы «Отче наш». Очень многие с детства или с других времен помнят эту молитву, пользуются ею. Вот и поразмышляем о ней. Произнесу ее целиком. Произнесу так, как она произносится в православной традиции на славянском языке. «Отче наш, и живи си на небесах, да святится имя Твое, да приидит Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якажи, и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Як Твое есть Царство, и сила, и слава вовеки. Аминь». Так записана эта молитва в Святом Евангелии от Матфея, в шестой главе. «Отче наш, и живи си на небесах». Хочется сразу указать, как очень часто таратория и неверно произносится эта фраза. «Отче наш, и живи си на небеси». Не так. «И живи си на небеси», а «И живи си на небесех». И это разница. Вот. Небеса — это множественное число, небеси — это единственное число. Здесь употребляется именно множественное число. Вот. И вот это складное оттороторивание молитвенных слов неблагочестиво. Совсем не так уж трудно звучать эту молитву так, как она действительно звучит. В русском переводе эта фраза звучит «Отче наш, сущий на небесах». Именно об этом сегодня и наше размышление. Во-первых, молитва «Отче наш» — это единственная молитва, которую дал нам Сам Христос. Она появилась при обстоятельствах, когда ученики попросили Господа Иисуса научить их молиться. И Господь предложил эту молитву. Все остальные молитвы, а их немеренное количество, они уже возникли за две тысячи лет христианской истории и составлялись самими христианами и известными святыми отцами и малоизвестными молящимися христианами. Составляются они и, кстати, не в так уж малом количестве и буквально в наше время. А это единственное. Так что в молитвеннике Иисуса Христа всего одна молитва. Вот эта молитва «Отче наш». Если говорить о тексте этой молитвы, то не так уж он и оригинален. Подобные выражения, как в этой молитве, они есть и в иудейских молитвах. Судя по всему, Господь, который посещал синагогу, где совершались молитвословия, и беседовал с учениками, которые из детства посещали синагоги, в которых также совершали молитвы, он и воспользовался словами некоторых синагогальных молитв. Кстати, довелось встречать и обратное мнение, что не Господь взял некоторые слова из синагогальных молитв, а синагога позаимствовала некоторые слова из молитвы Господня «Отче наш». может быть, даже то и другое. Это не суть. Для нас важно содержание молитвы, которую заповедал нам Господь. В самом начале обращение. «Отче». Кстати, даже в русском переводе не стали писать «Отец наш», «Сущий на небесах», а все-таки перевели «Отче наш». Что значит «Отче» и чем отличается от Отца? «Отче» — это звательный падеж. Во многих древних языках, в том числе и в славянском, и в греческом языке, и в других языках, существовал звательный падеж. В современных языках европейских он исчез. Исчез он и в современном русском языке. Если отец, то отец. Никакого звательного обращения нет. Имена произносятся. Нет звательного падежа. А вот в славянском языке он есть. Это делает речь благозвучней, мягче, красивей. Ну и сам смысл, что одно дело, если мы говорим о ком-то или о чем-то, произнося это слово в именительном падеже, кто что. А другое дело, если мы к этому кому обращаемся. «Отче» — это звательный падеж. К Богу мы здесь обращаемся как к Отцу. Это суть евангельского боговосприятия, это суть христианского бога откровения. Не сказать, что в Ветхом Завете нигде не говорится об Отце. И тем не менее Ветхий Завет, он говорит о Боге, как о Господине, Адонай, Господь. Говорит как о Всевышнем, Всемогущем, Шадай, Элеон. Это все еврейские обращения. А вот Господь Иисус, молясь в Кисеманском саду, Он говорит, что Он открыл имя Бога Своим ученикам. Какое имя? В смысле имени собственного ничего нового Господь не открывал. Священная тетраграмма, она была известна и в Ветхом Завете, она, собственно, оттуда идет. А вот речь идет о Боге, как об Отце. В мусульманской вере, где почитается Всевышний, Единый, Вечный, Всемогущий Бог, где Он именуется Господом, нет и принципиально нет обращения Отец. Оно исключено. В этом и внешние такие богословские смыслы, но в этом и внутреннее сердечное содержание. Одно дело мы имеем дело просто с Господином, Всемогущим, а другое с Отцом. Мы рабы Божьи, и тогда Он Господин, но мы и дети Божьи, и тогда Он Отец. Евангельская притча о блудном сыне, которую некоторые толкователи предпочитают назвать притчей о добром отце, она нам удивительно же выписывает Бога, как Отца, милующего и любящего даже своих бессолковых, заблудших детей, сыновей. Мы дети, а Он Отец. А страх Божий, одно дело, страх перед Господином, и несколько иное, страх перед Отцом. Страх перед Господином, он, наверное, не требует особых объяснений, на томный Господин, чтобы подчиненные его боялись. А страх перед Отцом, это страх любви, это боязнь огорчить, это боязнь не исполнить наказ, не выполнить волю, не по причине наказания, а по причине огорчения, которое мы наносим Богу. То есть это совершенно другие отношения. Мы дети Божии, а Бог наш небесный, любящий Отец. Господь Иисус, Он и скажет, что в доме Отца моего обителей много. Уходя в иной мир, мы переходим в дом Отца. А не только предстоим перед грозным судьей, который взыщет за нас, за все наши поступки. Вот в этом духовном переосмыслении суть евангельского Бога Откровения. Учи наш. Слово наш множество число. Оно говорит, что Он не только мой отец, но Он и твой отец. И Он их отец. Это обращение делает нас всех братьями. Ведь Отче наш так могут произнести только братья. Если не братья, то и отцы разные. А если один отец у многих, то эти многие братья. Вот это тоже очень важно. Христианская вера делает нас не просто в рост супе индивидуумов, которые каждый замыкается в себе, как сторбы, писанные насясь с самим собой, своим желанием, своим хотением, волеизъявлением и так далее. Мы братья. Кстати, естественная среда, в которой вырастает человек, это не среда одиночества, это среда нормальной семьи, а там много братьев и сестер. И уже там закладывается вот это понимание одного отца многих братьев и сестер. Отче наш, он нас роднит, он нас не строит только, полководец строит свое войско, а отец роднит своих детей. Сущий в русском переводе, а в славянском это людям не очень-то понятно, иже еси, иже это который, еси есть, то есть отче наш, который есть, сущий. С одной стороны, смысл очень понятный, который есть, сущий, а с другой стороны, именно в этом глубинное еще издревле от Моисея и даже ранее от отцов идущее божественное откровение о Боге как о сущем. Я есть. Это священная тетраграмма имя Всевышнего Бога, сущий. У Виктора Гюго в романе «Отверженные» там есть такой эпизод, где один из описываемых героев смотрит, находясь на берегу моря, на небо, на воду бескрайнюю, и до него доходит, что если кто и есть, то Он. А то вот мы маленькие букашки между собой пытаемся разобраться, друг другу доказать, есть Бог или нет. Если кто-нибудь есть, то Бог. А вот мы тут есть вопросы. Он и есть сущий, а мы имеем свое бытие в нем. Выпадая из области божественного присутствия, то, что остается, не есть существование. Это уже нечто совершенно другое. Это языком библейский вечная погибель, вечная смерть. только в Боге мы можем и быть. Причем даже человек, воспринимающий сам себя как неверующий, он все равно есть в Боге, потому что вне Бога ничего нет. Он сущий, и в нем, и в себе он дал нам существование. Иже еси на небесах, то есть тот, который есть на небесах. Небеса в множественном числе это множественность миров. Как на Земле ни один континент, ни одна гора, ни одно море, ни один океан и так далее. И в космосе ни одна планета, ни одна звезда, ни одна галактика, много. Небеса это духовные миры. И там тоже небеса, небеса небес. В Библии говорится о третьем небе. Представления древних, которые воспринимаются в библейском языке, говорили о семи небесах, которые есть на небесах. То есть, это множественность миров. Велик наш Творец и Создатель. Что значит, что Он есть на небесах, а на земле? Бог всюду, Бог нигде не локализован, Бог вездесущий, но есть места особого божественного присутствия. Вот человек, вот я скажу, я человек, вот это мой мизинец, вот мой ноготь, есть волосы мои, есть зубы, есть брови и так далее. Чего только нет, почки, печень. Но все-таки где локализован человек? Если в Масапиенс, то наверное в голове. если переживающее существо, чувствующее существо, имеющее совесть, то сердце. Вот это места особого присутствия и особого пребывания человеческой души, хотя душевлем человек весь. Так и мир, и вселенная, они являются носителем Бога, Бог всюду сущий и единый, он все собой наполняет, но при этом есть места особого присутствия Божия. И одним из этих мест особого присутствия Божия являются небеса, то есть духовные небесные миры. Дедушка, сидящий на облаках с большой белой бородой, это миф, выдумка, не знаю кого, но не имеющий никакого отношения к христианской вере. Можно летать за облака или даже в космос, до этого дедушка там не увидишь, потому что не это Бог, Бог незрим, невидим, вездесущий, особое его присутствие на небесах, то есть в духовном мире, так и в человеке. Бог во мне во всем, он в каждой клеточке моего тела, но все-таки преимущественно он в моем сердце, в моей душе. Мы говорим, а у меня Бог в душе, мы же не говорим тут о руках, ногах или еще о чем-нибудь, хотя Бог везде, но душа это особое место присутствия Божия, вот душа это и есть небеса, то есть Бог, который есть дух, и он пребывает в мире духовном, и тут его и надо искать, и имеющий небесное духовное умонастроение, даже если какое-то время является неверующим, материалистом, что угодно, он непременно приходит к Господу, Господь ему открывается, но если душа человека исключительно сконцентрирована на материальном, тогда может даже он верующий, но Бог ему никогда не открывается. Божье всем благословение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова